приветствуем вас на канале рейса горяченко дача сад огород цветы у нас снова вопросы после последнего видео о причинах незимовки и гибели хризантем и снова много новых вопросов и остались не отвечены с прошлых видео и мы снова сегодня вот эти вопросы скомпоновали и будем отвечать на них и главный вопрос состоит в том как сохранить вот эти хризантемы всех хризантемы которые мы выращиваем основываясь на опыте прошлых лет хочу сказать что вот эти розовые крупноцветковые очень красивые корейские хризантемы у нас остались зимовать в прошлом году правда зима была не сильно холодная это юг украины и вот эти хризантемы на возвышенности сохранились и выжили а вот остальные хризантемы мы выкапываем вот эти корейские крупноцветковые хризантемы надо выкапывать ничего сложного нет просто выкапываем срезаем цветы после того когда они завершают цветение или если уже морозы и нету красивого уже цветка мы срезаем и пересаживаем в хорошие дни естественно когда можно проводить зеленые операции мы обрезаем вот эти части верхние отправляем закапываем землю как удобрение оставшиеся корешки мы их пересаживаем в горшки и они нам служат маточными кустами для дальнейшего размножения уже в следующем году эти хризантемы мультифлоры очень хорошо хранятся зимой в открытом грунте но снова же не должно быть место где собирается вода в низинных местах корни погибают поэтому их можно оставлять но все может быть а тем более следующая весна будет очень опасной для хризантем в первую очередь мы с вами знаем что смещение идет времени года на полтора а сейчас уже два месяца у нас на юге а значит будет поздняя весна и там нам предсказывают по астрологии планеты находясь в водных знаках что будет много воды а если много воды да еще холодно очень долго то вот эти хризантемы мы уже заметили такую тенденцию позапрошлом году вот была такая ситуация эти хризантемы погибают именно весной сильная влага и прохлада еще резкие перепады бывают возврат заморозков и получается что побеги пошли в рост и тут заморозок и растения погибают и мы очень много хризантем потеряли поэтому мы вот эти хризантемы мультифлоры также как и корейские выкапываем в горшки в какие-то посудные емкости все что есть вместе с землей и вот эта садовая земля все это вместе высаживаем в эти посудные емкости и их уже перед морозом заносим в теплицу или же подвал или погреб посмотрите просто очень красивые сейчас вот эти цветы и очень жалко будет их потерять вы посмотрите какая это красота то поздние белые это новый один из сортов мультифлоры великолепный цветочек сначала он белый и вот он набитый как буквально набитые пионы есть или розочки такие и смотрите какие сейчас красивые вот эти вокруг лепесточки розовые даже фиолетовые немножко и потерять вот эти цветы нельзя поэтому и зная вот эту ситуацию со следующим годом что будет у нас очень тяжелая весна в плане погоды мы вот эти все отмечаю себе и пересаживаем благоприятные дни будут не такие у нас как раз до конца ноября в начале беру горшок смотрите у меня здесь горшок двухлитровый и пишу номер у меня все под номерами и в данном случае у меня это хризатема ранее белая я беру в горшочек внизу засыпаю земельку с огорода и вот он у меня здесь два куста вот этот сорт он ранний нужно его сохранить хотя он на высоте но я его он уже взрослый я буду пересаживать в следующем году но я как пример потому что это ранее остальные все цветут и отделяем землю отделяем убираем лики сухая земля но мы ее еще польем корни я не трогаю а вот всю землю стараюсь убрать здесь видите есть и росточки нежные если вот их оставить даже вот это мультифлора может погибнуть при таких погодных условиях значит смотрю хорошо получается что корешки должны быть все внизу видите и теперь влажной влажной земелькой обязательно влажную земельку добавляем в горшок так корни должны быть внизу обязательно уплотняем землю ну и чуть-чуть поднимаем потому что нас должно быть вот на такой высоте еще просыпаем сюда земельку достаточно нужно мокрую брать влажную обычная огородняя земля вот смотрите и засыпаю 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 и слегка еще и полью потому что корни у нас сухие у нас вообще засуха были дождики небольшие но так как когда цветут все хризантемы их нужно хотя бы раз в неделю а то раз в 10 дней обязательно хорошо поливать в благоприятные дни посмотрите я здесь проверяю пережимаю хорошо по бокам земля у нас вся с корнями совоприкасается и остается сейчас еще полить наше растение вот смотрите сейчас еще цветут другая мультифлора у нас плюсовая температура поэтому мы поливаем после посадки у нас хороший сегодня день снимаю сегодня же 12 обрезка была проведена вчера когда луна была в знаке близнецы я обрезаю только в сухие дни огненные дни самый наилучший и вот здесь это растение еще немножечко водички и достаточно есть там отверстие через которые лишняя вода вытечет это очень важный момент и лучше всего конечно же высаживать этого года растения они более мощные более мощные будут и черенки любые растения которые вы хотите сохранить у вас один или два я конечно же номерую и высаживаю всех сортов по несколько горшков да их много но что сделать ничего земля огородная можно ее использовать и редкие очень редкие цветы они у меня в одном экземпляре мы все равно их пересаживаем горшки обрезаем в хорошие дни зеленые операции когда проводятся и высаживаем тоже хорошие дни когда можно эту пересадку высадку вот перевалку делать своеобразную посадку вот я теперь знаю что вот снизу вода уже пошла когда вода оттуда вытекает этого достаточно пока у нас еще тепло но только если первые заморозки пойдут нужно будет переносить в теплицу и в теплице уже они будут храниться зимой уже рассказывали что если сильный мороз мы просто берем в теплицу поликарбонатная нас накрываем несколько слоев агроволокном затем пленкой только цифон прошел холодный снимаем и они зимой в теплице без укрытия это видео ответ на ваши вопросы подготовили раиса горяченко и александр волик мы прощаемся с вами благодарим вас за вопросы мы очень хотим чтобы у вас все тоже получилось используйте наш опыт придумывайте что-то свое но обязательно сохраняйте напоминаю весна будет очень сложная ваши хризантемы единственное что может выжить это выживут высокорослые индийские хризантемы они всегда выживают в любом случае но если у вас место где собирается вода в низинных местах их тоже нужно будет поднять высадить в горшки или же пересадить но зимой сложно им при пересадке переживаться поэтому в горшки или же если они на возвышенности высокорослые можете оставлять и в каждом регионе в каждой стране есть свой способ хранения зимой подсыпаете сверху листьями сухими чтобы хранились очень хорошо в сильные морозы но когда еще ничего нету хорошая погода плюсовая и ночью еще не сильно холодно они выдерживают спокойные минус 5 минус 7 градусов в этот период ни в коем случае не надо укрывать кто-то уже написал что агро волокном укрыл они запарятся сварятся и не смогут перезимовать не спешите ждем уже постоянных холодных температур и минусовых температур когда будет необходимость их или переносить в подвал или же их заносить в теплицу мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео всего вам самого доброго пока пока поздравляем вас на каналі Раиса Горяченко дача сад город квіти сьогодні ми відповідаємо на ваші запитання по нашим останнім відео присвяченим цим гарним квітам хризантемам особливо важливе одне із питань це питання чи зимують такі хризантеми у відкритому грунті досвід це саме краще знання і тому згідно досвіду нашого в минулому році ми залишили різні хризантеми у відкритому грунті із цих корейських хризантем ось саме ця дуже гарна квітка дуже гарна хризантема вона залишилась живою але вона росла на висоті там не було залягання води досвід нам підказує що от саме оці середньорослі корейські хризантеми необхідно викупувати вони служать нам материнськими кущами які нам дадуть багато-багато живців і уже весною ми ці живці посадимо або поділимо ці рослинки і посадимо уже як живці для укорінення а зараз хороший день коли можна проводити зелені операції і уже коли рослини наберуть повний цвіт а коли вони от гарно цвітуть то створюються там хороші кореневі оці нові живці і дуже добре тоді їх висаджувати в горшки пересаджуємо в горшки і після цього коли вже починаються морози ми їх заносимо у теплицю якщо нема теплиці можна занести в сухе темне приміщення де немає морозів або в погріб або підвал так по-різному називають місце темне місце де зберігаються овочі ось це хризантема мультифлора дуже гарна хризантема одна із нових яку ми купили малесенькою гілочкою розмножили і в цьому році у нас декілька таких кущів є і її теж треба зберегти хоча якщо на підвищенні ростують мультифлори вони гарно зимують але хочу нагадати що наступна весна буде дуже дуже довгою і холодна і зима буде зміщена на два місяці тому необхідно обов'язково материнські корчі викопати і посадити в які-небудь горшки старі кастролі відра для того щоб зберегти і ми це все робимо по своїм агрохороскопом в такі дні коли рослини будуть гарно себе почувати і зможуть зберігатися наша розповідь про збереження хризантем взимку добігає кінця сонця всім вам в небі і спокою в душі бажаємо вам також чудового настрою миру добробуту натхнення на створення райських садочків біля ваших осель хороших вам подій та цікавих новин на все добре почуємося та побачимося в наступному випуску на нашому каналі Дякую за перегляд!